В Тверь привезут часть мощей Николая Чудотворца. Святыня, что приедет к нам, хранится в Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга. Митрополит Тверской Кашинский Амвросий рассказал, о чем можно попросить Николая Угодника и как это может изменить жизнь верующего. Подробности в нашем сюжете. 7 марта в Тверь прибудет ковчег с частью мощей свидетеля Николая Чудотворца. Для верующих это важное событие, ведь именно Николай Чудотворец, святой, особенно чтимый в народе. Только в Тверской области в его честь названы 40 храмов, часовин и монастырей. Недаром именно он является прообразом даже вполне светского персонажа, доброго волшебника Деда Мороза. А Чудотворца в полном соответствии с его именем всегда ждут чуда. В этом большом ковчеге, кроме части его мощей, находится часть гроба, в котором в 1087 году мощи были переправлены из Мерликийских в баре, где они сейчас находятся. И часть мира того самого состава, похожего очень сильно на конденсант, один раз в год достается, затем разводится оно обычно в воде и распространяется по всему миру. Эту святыню особенно любят люди русские, которые до недавнего времени особенно часто посещали барин. Поклониться святыне можно будет в Спасо-Преображенском соборе. Сюда ковчег в счастье у мощей Николая Чудотворца прибудет 7 марта. Встреча мощей у собора состоится в 17 часов. С какими чайнями идти к Николаю Чудотворцу рассказал митрополит Амвросий. То, о чем просят люди, обращаясь к святым Николаю, наверное, больше всего известно самим людям. Когда мы обращаемся особенно к святым, мы просим их молительного заступничества в том, чтобы они и в нашу жизнь привнесли способность к тем добродетелям, которыми обладали эти святые. Святый Николай представляется особенно в народном фольклоре таким добрым дедушкой. Прежде всего, в нашем многомятежном мире, в котором очень много агрессии, я думаю, нужно просить все силы Николая, чтобы он ведомыми Богу путями подарил нам вот это состояние доброго сердца, наполненного любовью к людям. Готовиться к тому, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца не нужно. Самое главное — иметь искреннее желание прийти, сказал митрополит. В Твери в Спасо-Преображенском соборе мощи будут находиться до 11 марта. После ковчег со святыней покинет собор и будет перенесен в Николаевский Клобуков монастырь в городе Кашин, где пробудет до 13 марта. После чего святыни смогут поклониться жители Вышнего Волочка. Ковчег с мощами будет находиться в Казанском женском монастыре до 15 марта. После святыня вернется в северную столицу.